Здравствуйте! Почему кислотно-щелочной баланс так важен для здоровья наших зубов? Идеальный уровень pH для ротовой полости – это выше 7 единиц. Чем выше кислотность у нас во рту, тем более благоприятная среда для развития микроорганизмов. Кислая среда возникает обычно после употребления богатой углеводами пищи. Поэтому сразу после приема таких продуктов нужно или почистить зубы, или хотя бы прополоскать рот обычной водой. Как правильно питаться, чтобы баланс зубов всегда был в норме? Прежде всего нужно ограничить употребление углеводов, особенно простых – сахара, сладостей, кондитерских изделий. Ведь сахар – это главный враг зубов. Еще один враг наших зубов – это лимонная кислота. Ее добавляют чуть ли не во все газированные напитки в качестве консерванта и усилителя вкуса. Она размягчает, к сожалению, нашу эмаль, делает ее рыхлой и приводит к эрозии зуба. Лучший выход, но это в том случае, если совсем не можете отказаться от этих напитков, то хотя бы пить их через соломинку, а затем полоскать рот обычной водой. А вот чистить зубы после газировки не стоит, потому что щетка может наоборот повредить размягченную эмаль. Также наши зубы любят фрукты и овощи – смородину, салат, цветную капусту, груши, вишню, виноград. Яблоки дают хорошую нагрузку на зубы и десны и очищают зубы от остатков еды. А крыжовник – прекрасное средство для профилактики кариеса, благодаря высокому содержанию фтора и оптимальному составу других антикариесных микроэлементов. Также для щелачивания ротовой полости после еды можно делать полоскание пищевой содой. Для этого половину чайной ложки порошка соды нужно залить небольшим количеством кипятка, размешать до растворения, долить прохладной водой, чтобы раствор не был слишком горячим, и пополоскать этим содовым раствором рот, побульков некоторое время. Вот таким верным способом во рту будет создана именно щелочная среда. Будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»!